Ищите достойную работу в Европе? Начните поиск на сайте www.3w95kot.com Прямые вакансии для опытных и начинающих водителей. Заходите прямо сейчас! Эй, собаки! Привет! Привет, ребят! Приехал я к себе на стоянку, после недельного отдыха, тут сразу собаки встречают, да, собаки, как ваши дела? Пойдемте, я вас покормлю, Анютка вам тут косточек передала, пойдем, 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 тихо, 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 по одному, по одному, ребят, тихо, а ну-ка в стороночку, в сторонку, в сторонку, так. В сторонку, сказал. Сначала я все достану. Что, самый умный, что ли, а? В сторонку, зашел. Вот так вот. Тут курочка, косточки, то, что, короче, собачки любят. Так, вот теперь можете кушать. Давай-давай, черный, подходи. Ох ты, хитрюга какой! Молодец! Самый большой кусок забрал и трескает в одного. А тот что-то мелко стесняется. Он, наверное, чипсов хочет. Так, ладно. Приехал я на стоянку подготовить автомобиль к завтрашнему рейсу. Ох ты, ни хрена себе! Ай-яй-яй! Смотрите, что тут у меня случилось. Блин! Не было печали, да? Колесо пустое. У меня, конечно, есть догадки, почему оно могло спуститься. Я же, вот, получается, с рейса приехал, загонял машину на мойку и качал все колеса. До этого было все нормально. Получается, с рейса я приехал, машина переночевала на выгрузке, ничего не спустила. Вот, а на мойке я качал колеса и, скорее всего, просто-напросто ниппель не закрылся. Все колеса надо сейчас пойти проверить. Тут вроде все хорошо. Внутренне сейчас глянем тоже. Что там у нас? Там хорошо. Там тоже все хорошо. Вот. Качал я везде-везде и на прицепе. И вот, короче, видать, на этом рулейном колесе ниппель начал пропускать. Сейчас дело все исправим. Заведем в желтый он. Пускай он накачает воздух. И будем накачивать это колесо. Потом, у меня в планах... Сейчас я не в машину, ветер не дул. Блин, ничто. Приятно залазить в машину, когда коврик чистенький. Когда в салоне чистота. Ладно, дверь накроем. Опа-на. Знакомый приехал. Так, заводим. Пускай он тарахтит. Не понял. Света что ли нету? Аккуратуры света нету. Блин, как на выходные не приедешь. Так, никогда нет света на стоянке. Так, ладно. Запускаем нашу печурку. Чтобы здесь в будке было тепло. Вот так вот. Сейчас буквально 10 минут. Вот эту штуку надо подальше поставить. Посередине. Сейчас немножко здесь у меня нагреется. Переоденусь. Начнем работать. Ну что, приступим к накачке колес. Здесь вот у меня лежит шланг подкачка. Все колесики же я проверил на мойке. Все было ништяк. А тут получилось так, что ниппель старенький. Ну сейчас мы его заменим. Сейчас все подготовим. А потом быстренько-быстренько все это сделаем. Единственное неудобно то, что сосок подкачки в данный момент находится там, вон снизу. Да еще и с колпаком как бы не очень удобно залазить. Но я думаю, сейчас мы как-нибудь это все сделаем. Весь шланг разматывать не буду. Все колеса нормальные, только вот это вот. Вот так вот, раз. Неужели лед попал, а? От, блин. Ну да, вода попала. А, нет. Все. Подключил. Тут надо комутами будет сейчас закрепить. Все. Есть. Давление в системе практически 12 очков. Так, что мне надо? У меня вот тут вот лежат новые ниппеля и ключик для замены. Вот он, ниппелек. с колпаками, конечно, неудобно качать колеса. Толпаки очень сильно мешают. Даже вот пробочку открутить и то не морой. Сегодня ветер дует. Наверное, очень будет много шумов. 불гольбан. ТОПАКО, очень, 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 очень. АПЛОДИСМЕНТОЬ АПЛОДИСМЕНТООН. АПЛОДИСМЕНТОР as Ну все, восемь с половиной есть, я думаю нормально. Итак, погнали работать дальше. Ну я перегорела, правая противотуманка, надо заменить лампочку, лампочки у меня лежат вот здесь вот, в противотуманке стоит лампочка H3, вот она у меня одна, вторая, там еще есть на запасе лампочка. Чтобы был порядок, сразу убираем все на место. Так, что под машину полезли? Вот она крышечка, ее снимаем, пока что ее куда-нибудь в сторонку. Там установлена лампочка. Сначала надо снять вот тут вот плюсовой контакт. Сейчас попробую двумя руками это сделать. Проводок снял, теперь пружинку. Вот сама лампочка. Да, сгорела. Берем новую. С какой стороны цок он у нас, с другой. Зацок или не трогаем. Проводок в сторону. Странаем лампочку на место. Сюда будет свет. Нужно поменять будет фильтр осушителя. Для этого я возьму вот такой вот инструмент, съемник ремневой. Вот. И, наверное, вороток, да? Вот такой вот ключ. Скидываю давление. Сейчас воздух выйдет. И начнем менять вот этот вот фильтр. А пока можно распаковать новый. Новый лежит у меня вот здесь вот. Потихонечку откручиваем фильтр. Вот так вот все. Старый фильтр навыкет. Затянул я, конечно, в этом году с заменой фильтра этого. Но у меня все же надо. Так. Теперь берем тряпочку. И вот эту вот всю грязь. Эмульсию вот эту вот масляную. Надо посмотреть, что здесь. Ну это... Да, это эмульсия такая вот. Масляная. Ее сейчас будем вытирать. Чтобы здесь у нас было чисто и сухо. Вот. Резиночка будет устанавливаться новая. Сейчас возьму отвертку, наверное. И все вот эти вот полости надо хорошенечко-хорошенечко вытереть. чтобы нигде влаги этой не осталось. Потому что эта вся влага зимой пойдет в краны. Вот. И начнутся проблемы. Вот так вот. Везде, везде, везде. Так, все. Резиночку новую надели. Уплотнительную. Дальше. И тут у меня ВДшка была. Вот она. Надо помазать вот эту резиночку. Вот эту вот. Я ВДшкой прямо вот так вот смачиваю. Взбрызгиваю. Все, вот так вот. Нет, это колечко тоже остатками. Чтобы оно было скользкое. Вот так вот смазали. Все, прикручиваем картридж на место. Вот сколько сил есть. Руками закрутили. И все. Картридж тоже поменяли. И так. Самая грязная работенка на сегодня. Это, короче, почистить седло. И намазать свежей смазочкой. Вот так вот. Так, так, так. Здесь тоже все. Грязь вот эта вот. Смазка с песком. Что-то седло, конечно, я очень давно не мазал. Оно уж он заржаело у меня. Наверное, рейса три, наверное, я сделал. Может быть, даже четыре. Тут помазали. И теперь надо вон там тоже скобу помазать. Ага. Как-то вот так вот. Сейчас еще немножко. И туда тоже смазки натолкал. Все. Я тут все закончил. Уже переоделся. За кадром, короче, я проверил плотность аккумуляторов. Везде плотность 1,27 и 1,28. На зарядку ставить я смысла не вижу. Ну, по крайней мере, сейчас. Вот. Ну, может быть, на новогодние праздники, конечно, сниму, заряжу. Вот сейчас этого делать не буду. Не знаю. Всё, сделка свозьбы. Не качается. Не вентиляция. Продолжение следует... Продолжение следует...